Благотворительные акции сочинские депутаты проводят как минимум 4 раза в год. 1 июня собирают детей, воспитанников детских садов, школьников и в первую очередь социально незащищенных. Около 300 ребят сегодня посетили сеанс детского фильма «Земля будущего». Эта акция у нас проходит уже на протяжении 5 лет. Мы безмерно счастливы, когда видим радостные лица наших детей. Сегодня у нас не только просмотр в кинотеатре, и также бесплатное посещение аквапарка «Амфибиос». Также у нас будет проходить в торговом центре «Плаза» масса мероприятий для детей. Поэтому мы со своей стороны, депутаты городского собрания, я лично всегда готова проводить такие акции и мероприятия. Бесплатное посещение кинотеатра для многих уже стало традицией. Анжелу Топчан и ее шестерых детей депутаты приглашают уже в третий раз. Детям нравится самое главное. Ну, на самом деле, им нравится. Вообще здорово, конечно. Такой праздник, такая погода, такая атмосфера приятная. Ну, здорово. С праздником юных сучинцев сегодня поздравляли и в аквапарке «Амфибиос». Здесь ребята могли вдоволь накататься на водных горках, искупаться в бассейнах, позагорать и в полной мере ощутить начало каникул. Я вам желаю всего, чтобы все было у вас хорошо. У вас три месяца каникул, чтобы вы радовались, что все у вас было хорошо. И сегодня, сегодняшний день посвящен вам. Мы сегодня сделали акцент на наших маленьких гостей. Это первые и вторые классы. Для них сегодня начался первый день каникул. И я надеюсь, что лето пройдет у них так же весело, как и сегодняшний день. Ученицы 26-й школы Анастасия Шпачук и Кристина Чантурия – частые гости аквапарка. Приглашения на детский праздник для них – самый лучший подарок к началу лета. Вообще очень круто сегодня. Горки классные, день солнечный. Классный праздник. Да, вообще круто. Очень рады, что мы здесь. Здесь светло, хорошо. Афера хорошая. Бассейнов много. Можно заняться чем-нибудь. Отдыхать и наслаждаться солнышком и теплой водой в аквапарке дети могли до конца дня. Ну а чтобы настроение у ребят было еще лучше, для них работали аниматоры, которые придумали массу интересных развлечений и конкурсов с возможностью получить приятные призы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».